Ребят, всем привет! Хочу рассказать об одной истории, которая прилетела ко мне с города Днепропетровска. Произошла она не так давно, около недели назад. Один из моих друзей, подписчиков, двигался в городе Днепропетровский, пересекал перекресток и попал в неприятное ДТП, где участник этого ДТП скрылся с места происшествия, то есть он уехал. Он мне прислал видео с видеорегистратора, человек, благо за ним ехал один из водителей, у которого был видеорегистратор, этот человек предоставил ему запись. Я начал смотреть это видео и увидел знакомые номера, знакомые номера, которые просто повергли меня в шок. При проверке данного автомобиля выяснилось, что данный автомобиль принадлежит нашему старому знакомому с Виталиком. Я думаю, вы его тоже очень хорошо знаете по нашим видео. Это один из руководителей полиции теперь уже Олег Александрович Коляда. Это такой бывалый коррупционер, такой колоритный, вы его видели наверняка в наших видеороликах по городу Днепропетровску. Мы поймали его подчиненных на взятки в Новомосковске, это видео есть, можете вот тут его посмотреть. После чего, после этого видео Авака в своем фейсбуке разразился гневом, что все будут наказаны, ему эту запись можно увидеть, посмотреть. Этих сотрудников уволили, а руководителя, коим на то время был Коляда, понизили взвание, извиняюсь, не понизили взвание, а понизили на одну ступеньку. То есть он был начальником то ли роты, то ли взвода и после этого стал замом. Какое-то время он, пока это все не утихло, оставался замом. После того, как немножечко все это дело замяли, то есть когда прошел шум, когда все уже об этом забыли, Коляду, как у нас водится в стране, повысили. То есть человек, который держал на работе таких прекрасных инспекторов, которые приносили ежемесячную, еженедельную выручку. Нельзя просто так, нельзя просто так терять. То есть его повысили, повысили его, и он перешел работать в главное управление, и он работал до последнего времени, вот я сейчас прочту, командиром батальона ДПС, который подчиняется главному управлению национальной полиции в области. То есть он работал в управлении в городе Днепропетровска. Работал, почему говорю работал, потому что 2-3 недели назад, как нам удалось выяснить, он наконец-то ушел на пенсию. Ушел на пенсию, он нам еще с Виталиком тогда, когда мы поймали его подчиненных, все вздыхал и говорил, что все, пора мне уже на пенсию, все, работа уже не та. Но понимаете, что работа уже не та. Но после этого он продержался очень долго, порядка двух с лишним лет он еще отработал. Что же он позволяет теперь себе? Теперь вы видите на видео, можете посмотреть, как данный пенсионер, счастливый пенсионер, который с наших налогов получает пенсию, то есть он сидел, хапал себе все это время в ГАИ в полиции взятки, а теперь он позволяет себе просто ездить на машине. Я сомневаюсь, что человек в трезвом виде может так летать и скрываться с места ДТП. Но ничего как бы в этой ситуации особенного бы не было, если бы мы не начали узнавать все-таки, как же так произошло, как автомобиль такого начальника, пусть даже и на пенсии, позволяет себе такие выкрутаться на дороге. Я попросил ребят, которые попали в это происшествие, в это ДТП, пойти в управление полиции и выяснить, что же там произошло. Что оказалось, вы сейчас посмотрите это видео, они сняли это как могли, но в целом история такая. А выяснилось, друзья, следующее, что данная машина оказывается абсолютно никем не разыскивается. Что это значит? Это значит, что после совершения ДТП и после оформления материалов полицейскими, которые выехали на место, абсолютно никто ее не разыскивал. Машина не находится в розыске, машиной никто не интересуется. Более того, хозяин данного автомобиля не установлен, со слов следователей, которые давали пояснение. Кто был за рулем не установлено. Искать машину никто не собирается, потому что, оказывается, у нас скрытие с места ДТП по новому законодательству. Это всего-навсего административное правонарушение, которое карается штрафом что-то около 100 с чем-то или 200 с чем-то гривен. И, в принципе, как бы это малозначительно и никого это особо не интересует. Естественно, конечно, я возмутился. Я был действительно абсолютно в шоке от того, что как так произошло? Машина выехала на встречную полосу, создала аварийную ситуацию, скрылась с места происшествия. Ее никто не ищет. Мне показалось это странным. Я попросил ребят, которые там, дать возможность пообщаться со следователем. Я с ним пообщался по телефону. Эта запись есть. Я не знаю, буду или опубликовать ее в этом видео. Либо же вы можете посмотреть ее в группе ВКонтакте. Я под видео ее выложу, потому что как бы там долго. Если вы захотите послушать, пожалуйста. После моего разговора со следователем движение тут же пошло. Оказалось, что да, действительно, произошла какая-то ошибка. Что действительно сначала следователи скидывали это на патрульных, мол, патрульные, которые выезжали на место ДТП и оформляли новые полицейские. Мол, они не указали номер автомобиля, который надо искать, это ДТП. Ребята, которые пришли в У module Днепропетровск. Попросили материал, который был составлен патрульными. Ознакомились тут же при них. Оказалось, что в рапорте все абсолютно указано, что полицейские указали номер автомобиля, который участвовал в ДТП. Что они видели видео, что все есть. То есть все материалы, вся необходимая информация у полиции была для того, чтобы объявить данный автомобиль, в розыск, но его никто почему-то не разыскивал. Тут же я следователю по телефону задал вопрос, а вы знаете, чей этот автомобиль? Я говорю, нет, я не знаю. Я ему сказал, что данный автомобиль принадлежит и зарегистрирован на Коляду Олега Александровича, на вашего бывшего руководителя, который работал у вас много лет в полиции. Для следователя это стало новостью, он не знал, хотя хотя мы поступили до этого хитрее. Значит, ребята позвонили в тот же день, когда прошло ДТП Коляде на его мобильный телефон, что его очень возмутило. Он сказал, что на этот телефон может звонить его только патрульной полиции, и что он вообще подаст в полицию на ребят, которые набрали вон этот номер, потому что этот номер является личным и звонить на него не надо. Но кроме всей этой чехарды, которую он нес, он пояснил, что к нему уже приезжали полицейские, что он дал пояснение, что машина оказывается не его, что он ее давным-давно продал, но, как мы проверили, машина зарегистрирована на него и является его собственностью. Более того, полицейским потом, через несколько дней, когда мы начали на них давить, они сказали, что да, к Олегде они ездили и они его просили, но он отказался говорить, кому он эту машину продал. То есть для меня это вообще нонсенс. То есть приехали к полицейским, тебе говорят, твоя машина скрылась вместо ДТП, ты ли был за рулем или нет, ты говоришь, нет, это был не я, машину я продал, а кому продал, я не скажу. Оказывается, тоже так у нас можно делать. То есть данный пенсионер просто живет и земли под собой не чувствует и в полном порядке может разруливать любые ДТП с участием его имущества, либо он был за рулем, либо кто-то другой, это не имеет значения. Также вы можете посмотреть, я сделал вырезки, нарезки, где видно, что эта машина действительно принадлежит ему. Именно на ней он приезжал когда-то, когда мы с Виталиком были в Новомосковске, когда мы словили его подчиненных, он приезжал на этом своем пирожке. Он, правда, был тогда с другими номерами, но, как мне рассказали, номера он сменил потом на более крутые, вот эти вот с семерками, когда они появились, видимо, он ждал их или просто попались красивые. Но смысл такой, что полиция Днепропетровска работает по старым схемам. Что бы вам не рассказывали с экранов телевизоров наши правители, наши министры МВД, Хати и прочие Аваковы, все это ерунда, все это разбивается о камне, когда мы действительно приходим и видим фактические ситуации о том, как работает новая полиция. В общем, ребята, смотрите, следите за этой ситуацией, я думаю, что я вас проинформирую в дальнейшем, как будет происходить это расследование, найдут ли виновника, не найдут, и т.д. и т.п. В общем, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи! До встречи! Брюк дырь Нет передать видео кто-то уехал это было 14 число где сверзлова никитова сверзлова и кирова проспект поля по-новому ну да по 12 20 лет да там еще еще одна пострадавшая вышла есть есть материалы занимают завтра у вас наперёд я хочу уточнить так как он как он начал делается на кусочки материалов по журнала его смотрю журнале ваш материал который вы говорите правильно это было вот в пятницу я средняя на сорт расписан вложения он находится в отпуск в данный момент сегодня завтра он выходит на работу не понятно с теми которые на данные написали его расписали на человека которые в отпуске сейчас материала сделал какие-то есть вот как бы можно с ними знакомиться материалы дела которые оформляли есть находится творящий жидер так они а как они не верят в лодочке его понимать они могут можете пойти к начальнику ну давайте в начальнику пойдем прошел три дня то есть я так понимаю по цене имеется не прав то вот эти три дня то что машина вообще я здесь ничего не было виноваты те кто были дежурными тот момент после чего один водитель скрылся вы видели что видео материале не было патрульные написали в рапорте материала дело есть номер автомобиля в этом случае насколько я понимаю патрульный должен сообщить своему начальству по рации да и я вам говорю я не комментирую если вы знаете да в этом сообщается высшестоящий руководство то есть он зам командировал командировал ты не знаю кому из них сообщили материалы дела были переданы к вам в отдел были переданы получается дежурный дежурный что я хочу понять я хочу понять почему вот эти три дня ничего не делать почему автомобиль до сих пор не в розыске и какого-то основания но мало шага нет скажите мне юридические основания что я должен делать мои сотрудники должны были в первую очередь когда они получили материалы дела у них есть автомобиль как минимум должны были уже согласно этому подавать его в ориентировку правильно в ориентировку вопросом нет есть автомобиль на который скрылся так кто-то будет заниматься лицу до которая которым материал будет исполнять этот материал он будет им за ним заниматься на момент вы знаете у вас суббота воскресенье суббота это не говорит о том что никто ничего не делал не они пришли и рассказали какая была ситуация какая машина и тогда вот так же куда я на кто там собственник за часом они проводят уже поедут по адресу посмотрят подождите по факту пока мы не пока мы пришли вот вы предлагаете мне подать в ориентировку куда вот скажите как это будет ну в смысле как это будет ориентировка ну это совершенно не криминальное правонарушение ну хорошо основание но автомобилю грозы как только вы знаете подается лишь есть так называемая база наив где мы можем ставить контроль подается на основании постановление суда прокуратуры исполнительной службы то есть как бы я не против мы же не можем поставить санкцию затримать автомобиль санкцию затримать можно просто я уже то что с патрульными там не до конца это мы разберемся ну что там алиса а сейчас я вам дам трубочку начальнику начальнику отдела на громко включи там розыска на громко включи да 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 здравствуйте ну что нас интересует вопрос один почему машина до сих пор не найдена и почему она не в розыске машина не найдена потому что он будет найден не машина а он будет найден водителем да как лицо которое управляло данным автомобилем хорошо а в розыск машины ведется или нет естественно ведется ну я так понимаю со стопы лета что машина до сих пор не объявлена в розыск а на основании чего мы ее должны объявить на основании розыск вместо ДТП ну это блин правонарушения и что что значит и что машина скрыт вместо ДТП она свободно перемещается по дорогам Украины да есть такое мы еще раз смотрите у нас процедура порядок немножко другой то есть на основании чего вот мы должны вносить если вы скажете какая нормативная база я с вами соглашу я по крайней мере нормативная база у меня другой вопрос к вам да калорин был на хозяин этого автомобиля был опрошен есть его показания в материалах дела еще нет ну а прошло 4 дня ничего? ну таком вопросе значит есть время с властным приказом установлено определенное время на поиске автомобиля ну правильно вы идите все таки автомобиль либо вы ищите хозяина мы ищем не хозяина нам нужно установить лицо правильно я к вам другой вопрос не буду с вами стоить что за 4 дня сделано для того чтобы установить это лицо которое управляло автомобилем все возможное сделано и будет сделано мы в автомобиле что возможно сделано я из вас и слов понимаю что автомобиль не объявлен в родах но а вот хозяин автомобиля до сих пор не оброшен прошло 4 дня что все возможно сделано вы пытаетесь я вам не обязательно начитываться правильно? я вас не прошу рассчитаться ну таки все ведутся расистные мероприятия какие если вы не опросили даже хозяина автомобиля мы опросили смотрите определить по базе установить где он живет кто должен быть на месте как вы думаете сегодня сегодня сделано по стечении 4 дней когда ребята пришли к вам и приняли это было все установлено до этого вы говорили что в рапорках полицейских даже нет номера автомобиля нет я такого не говорил не надо вот давайте не перекручивать факты я такого не говорю нет смотрите вы поймите я абсолютно не заинтересован есть материал мы водитель мы будем работать мы водителя есть кто-нибудь кто в этом отделении полиции заинтересован в том что будет установить виновника данного есть я прежде всего а ему это трудно вы будете любезны пояснить за 4 дня что все возможное вы сделали для обыкновения этого человека что? проверили по базе установили собственник ездили по адресу дома его не было дальше то есть вы говорили что еще не опрашивали куда вы ездили его домой не я ездил а сотрудники ездили вы понимаете я на сутках не заходил я по другому за вам вопрос вам известно что данный автомобиль принадлежит работнику полиции уже уже известно до этого не было известно уже с ваших слов стало более невестно вы не знали что вы передали не знал я даже не знал что это его машина честно скажу я помню хорошо скажите пожалуйста если мы сейчас предоставим вам всю информацию номер телефона информацию где проживает там уже поедут там вопросов нет понятно мне предоставили номер телефона ваши представители сказали кто это такой машина есть адрес есть поедут сейчас отрабатывать это не проблема я же вам объяснил заниматься этим вопросом а почему это не было в первых дней сразу сделано потому что я вам я же вам объясняю но ездили человека не было по адресу дальше как быть ну вот как вы же сказали если не будет установлена где машина кто хозяин на основании чего мне объявить розык я объявлю на основании того что как это сделать как это сделать как это сделать хотя бы в рубеж добавить его номера как это сделать основание ну как я поставлю его в рубеж не я согласен согласен да информация я понимаю я понимаю вас абсолютно скрыть автомобиль заберементировать его увезти его за границу закопать его да можно можно и гражданство поменять и улететь вопросов нет да согласен можно и за полдня его отремонтировать сделать и продать десятые руки согласен может кто-то из патруля его увидел бы передали бы сразу сразу бы автомобиль это обнаружили в Дмитропетровске почему четыре дня прошло и никто вообще ничего не сделал ну как не делал если на момент когда ДТП было ездили по адресу отрабатывали этому владельцу дело все в том что опять же запомнили номера видео вот мне только сегодня предоставили видео то не было я не видел были свидетели это такой участники да конечно но нам надо смотрите какой алгоритм наших действий четко прописан в приказе 1395 инструкция по оформлению материалов там написано мы должны выехать правильно у нас есть номерной знак автомобиля поехали по адресу опросить человека осмотреть автомобиль как мы осмотрим если человека не было что так нет что нет нет после того как автомобиль не обнаружили нету хозяина до где-то на месте нет автомобиля вы должны найдите его в ровный почему за 4 дня вы не видели в ровный автомобиль на самом деле мы не нашли его давайте с вами разберемся значит первый момент первый момент такой рубеж значит у нас нету полномочий носите туда как вы говорите розыска и тогда мы этим не занимаемся мы можем послушайте написать письмо на рассмотрение службы которая занимается внесением есть мы это сделаем сегодня если объяснить у кого направлять если никто не работает вы пойдет вы но кому его направить то послушайте подписать официально направить каким образом я его отнесу кому если они не работают кому я вот в пятницу я об этом не знал об этом дтп узнали в субботу вы помните но патруль ориентированы патруль патруль который на месте у них есть общая не ориентирован не знаю какой автомобиль дтп ну конечно я не готов сказать есть она у всех или не у всех есть на сутках нет по рубежам нет на сутках есть дежурная послушай на сутках есть дежурная часть которая ориентирует авто экипажи которые находятся и ориентируют и говорит что было дтп автомобиль такой-то такой-то скрылся с места происшествия естественно они получают такую информацию а я за работу патруль их не отвечаю я знаю что этот этими вопросами дежурная часть она координирует их работы и соответственно оперативно после совершения когда есть ориентировка информация есть информация на данный момент да поскольку мне его поручили я получил только чтобы вы понимали сегодня я понимаю вы владеете информацией данный автомобиль сейчас есть они конечно да ну подойдите спросите я не готов сказать но на данный момент только я ну а сотрудники моего отдела заниматься этим вопросом на данный момент патрули сейчас не ориентированы то есть автомобиль может передвигаться по дорогам к Днепропетровску при этом никто не будет на него обращать внимание я правильно понимать? нет неправильно как это не то есть патрули ориентированы? естественно по месту нет я не буду вам это служебной информацией как бы не буду говорить но я вам могу сказать о том что они ориентированы и они в курсе знают об этом и не знают естественно Вячеслав у меня полное право получить как журналист спасибо большое и честную информацию спасибо большое спасибо и вам до свидания спасибо